В своих прогнозах Илья Петрович был осторожен. Накануне Магнитогорск накрыл сильнейший снегопад, который буквально парализовал городское движение. Что уж говорить об авиапутешествиях, когда погода преподносит такие сюрпризы. К счастью, природа смилостивилась и Металлург отправился в поездку по расписанию. Настроение более позитивное. Да, мы неплохо сыграли. Могли, конечно, и лучше. Но сейчас готовимся на выездную серию и надо выигрывать все. Я думаю, с Акбарсом, потому что и они за нами гонятся за место в дивизионе. Надо будет дать им бой. Накануне отъезда Металлург традиционно провел ледовую тренировку. В обязательном порядке занимались молодые хоккеисты и вратари. Стражам ворот, можно не сомневаться, в этой поездке достанется приличный объем работы. Часть игроков предпочли ледовые раскатки, занятия в зале и бросковые зоны. Тренерский штаб не возражал. Матч с автомобилистом хоть и закончился, крупной победой Металлурга выдался энергозатратным. После побед все время настроение лучше. Там на некоторое время мы отдали инициативу автомобилисту, но потом опять перехватили и довели до победы матча. В план подготовки вносили коррективы в связи с тем, что домашний матч отыграли, практически без прерыва сразу вылетаете? Да, чуть-чуть вносили. Чуть попозже мы хотим вылететь, чтобы ребята немножко подольше и дома побыли. Но, наверное, это незначительная такая корректировка. Корректируют подготовку и командные доктора Металлурга. Нынешнее время – особенная пара для медицинского персонала магнитки. С одной стороны, необходимо подвести всех игроков в оптимальный формик плей-офф – главной части сезона. С другой – в городе бушует эпидемия гриппа. Хоккеисты настороже. Нам, доктора, все говорят, что нужно делать, что где-то там таблетки какие-нибудь дадут, чтобы, ну, эти антипротивовирусные. Ну и все. А так стараемся в общественных местах много времени не проводить и больше отдыхать дома. Чеснок ешь? Ну, конечно, и лук едем. Доктора Металлурга настаивают на родные методы вчерашний день. Поэтому подготовились к эпидемии загодя. Заранее поставили приивки от гриппа все игроки, тренерский штаб и персонал. Михаил Новиков, врач магнитки, говорит, что эта практика подтверждает свою эффективность уже более 15 лет. В раздевалках работают обеззараживающие установки и люстры Чижевского. Повсюду развешаны диспенсеры со специальным бактерицидным гелем. А доступ в раздевалку переведен на карантинный режим. Спортсмены, они подвержены даже боли, нежели обычные люди. Подвержены заражением, вирусным интервенциям, потому что это очень высокие нагрузки. Особенно они ранимы непосредственно после физической нагрузки. После игры. И поэтому, исходя из этого, мы принимаем решение. Еще одно, может, не очень приятное для журналистов, но мы пока что ограничим вход в раздевалку журналистов после игры. Мера необходимая, вынужденная, поэтому прошу с пониманием отнестись. Дал совет Михаил Григорьевич и болельщикам поменьше посещать общественных мест, по возможности не здороваться за руку. Через рукопожатие вирус распространяется особенно охотно. И не забывать о профилактическом приеме противовирусных препаратов. От себя добавим. Позитивные эмоции убивают любые микробы. Факт научно не доказан, но эмпирически подтвержден. Все выездные матчи «Металлурга» в прямом эфире планирует к показу телекомпания ТВИН. Следите за телепрограммой и болейте. Исключительно на здоровье и только за Магнитогорский «Металлург».